всем привет с вами мария и вы на канале алмазная вышивка и не только давненько я не показывала вам свою магнолию а все потому что этот процесс у меня немного завис что ж самое время ускориться поэтому я приглашаю вас немного повыкладывать со мной мозаику и чтобы не было скучно я расскажу вам кое-что интересное стыдно признаться но когда я впервые увидела изображение этих цветов я не знала что это за цветы только после того как я попросила дизайнера разработать эту схему я узнала от нее что это магнолия конечно я много раз слышала название этого цветка но никогда вживую его не видела для меня магнолия всегда ассоциировалась с прекрасным экзотическим цветком который растет только в теплых странах далеко-далеко от нас так и себе его и представляла море солнце и прекрасный цветок на берегу теперь я знаю что это не просто цветок а этот цветок который растет на большом прекрасном дереве и что его родины действительно очень далеко от нас это северная америка япония китай кстати у китайцев есть невероятно печальная легенда о происхождении магнолий я вам сейчас я расскажу давние времена злые разбойники напали на небольшое мирное селение которое было расположено в глубине гор они сожгли всю деревню забрали скот уничтожили посев риса убили мужчин стариков и детей оставили на площади только сто самых красивых девушек деревни каждый день они убивали по одной пленнице и вот когда пришел черед умирать последний самой красивой девушки она прижалась к родной земле и попросила у нее защиты чтобы родная земля не дала ей ее погибшим подругам исчезнуть навсегда с лица земли на утро разбойники выйдя на площадь не нашли тел своих жертв в центре площади стояла лишь большое красивое дерево сотни прекрасных белорозовых бутонов дикой злобе разбойники изрубили дерево на куски и раскидали их по степям и предгорьям но куда бы ни падала веточка этого дерева везде появлялось новое растение на котором каждую весну зацветало 100 нежных бутонов 100 воскресших девичьих сердец конечно этим деревом была магнолия это очень печальная история но по ней вы видите как трепетно китайцы относятся к этому цветку для них это символ чистоты и непорочности в древнем китае магнолий разрешалось держать только в императорском саду для услады императора сына неба и если он собирался кому-то подарить такой цветок это считалось высочайшей наградой а в народе верили что магнолия оберегает людей с чистой душой и чистыми помыслами конечно же эта легенда только вымысел магнолия существовала задолго до древнего китая еще 140 миллионов лет назад она уже была на нашей земле представьте себе магнолия появилась еще тогда когда на планете господствовали динозавры но такой прекрасный цветок конечно же не мог не породить в народе множество легенд о его происхождении свою легенду сложили и японцы она тоже очень трогательная печальная вы послушайте давным-давно в маленьком японском городе жила юная девушка кийко бедняжка трудилась день и ночь делая бумажные цветы но стоили они настолько дешево что кийко едва зарабатывала себе на жизнь однажды в ее комнату залетел говорящий попугай который открыл девушки тайну чтобы оживить бумажные цветы их достаточно было окропить капли своей крови единственным условием было то что ни в коем случае нельзя отдавать свою последнюю каплю с этого дня юная кийко начала создавать чудесные живые цветы конечно они стоили больших денег и девушка перестала нуждаться однажды купив себе красивое кимоно она отправилась на студенческий бал там она познакомилась с бедным студентом и полюбила его всем сердцем но избранник девушки оказался жадным и корыстным юношей узнав секрет кийко он стал заставлять ее все больше и больше работать и вот пришел день когда девушке пришлось отдать свою последнюю каплю крови чтобы оживить свой последний бумажный цветок сделав это она умерла в ту же секунду а бумажный цветок превратился в прекрасную магнолию почему-то обе эти легенды и китайская и японская имеют очень печальный конец хотя сам вид этого цветка мне кажется вызывают только добрые положительные эмоции и в народе есть множество хороших поверье которые связаны с магнолией например люди верят что лист или лепесток магнолии защищает дом и семью от всего плохого и недоброго и даже есть поверье что девушка увидевшая цветущую магнолию в течение года выйдет замуж и будет жить в мире и согласии со своим избранником долгие долгие годы на самом деле есть еще одна интерпретация японской легенды она хоть и не такая популярная но мне она нравится куда больше давайте я это же расскажу жил был бедный студент и однажды влюбился он без памяти в одну прекрасную богатую девушку кейко кейко заметила чувство бедного студента и сказала ему если ты меня действительно любишь то сделай так чтобы это дерево зацвело сказав это она указала на зеленое дерево растущее неподалеку на котором не было ни единого цветка молодой человек вырезал из бумаги множество цветов прикрепил их к веткам дерева и оживил каждый цветок капли своей крови прекрасная кейко увидев на какие жертвы юноша пошел ради своей любви полюбила его тоже всей душой и жили они долго и счастливо раз в году любуюсь цветами прекрасной магнолии здесь я пожалуй завершу свой рассказ и хочу пожелать нам всем чтобы все плохое в нашей жизни уходило а все хорошее прекрасное оставалось спасибо вам что были со мной и до скорой встречи